Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Так, может быть есть какие-то правила или техника, как разлюбить, переключиться и включить в офигение? Ну, конечно, есть правила и есть техники, но другой вопрос, что это делает вас нечувствительным, а нечувствительность ведет, в общем-то, к ухудшению, как мне кажется, психологической жизни человека. Уже нет сил, я, похоже, эмоционально истощен и нестабилен или со мной что-то не так. Ну, то, что вы эмоционально истощены, да, это факт, но связан он вовсе не с тем, что вы не можете переключиться или включить в офигизм, а связан это с тем, что вы пытаетесь решить какую-то свою психологическую проблему за счет определенных вещей, в данном случае за счет человека, тогда как ваши собственные психологические проблемы нельзя решить за счет кого-то. Значит, дальше, после ссор и в последнее время, значит, начал залипать на жену в плане внимания, вижу, что, походу, только мне это нужно, в итоге ничего не могу с собой поделать, а ей на меня по большому счету плевать, пишите вы. Давайте немножко перефразируем то, что вы написали, и я попробую предположить, что после ссор вы начали обращать внимание на свою жену, а именно на то, как она проявляет к вам внимание свое, да, то есть вы стали более шепетильны и более внимательны к тому, проявляет ли она к вам внимание или нет. Смотрите, а из-за чего, собственно, были ссоры, да, ведь ссоры не возникают просто так, ссоры не возникают на ровном месте. Если, ну, если ссора происходит, вот, то у нее, как мне кажется, есть какие-то свои основания, вот, у нее есть свои причины, в частности, вот, в частности, можно сказать, что ссоры возникают тогда, когда люди, в общем-то, не обладают каким-либо психоэмоциональным контактом, вот, вдруг, друг с другом, вот, когда люди напряжены, когда люди подавляют какие-то свои чувства, вот, и когда люди, в общем-то, не умеют говорить о том, что они ощущают, вот. Глобально и системно все ссоры возникают из-за этого, поэтому нужно смотреть, какой ваш вклад в ссору, да, и, соответственно, менять в первую очередь именно это. Неизвестно еще, как ваша жена отреагировала на ссоры, на конфликты, может быть, вы ей уговорили, что-то обидное, что-то неприятное, тут тоже такое может быть. Дальше. И вот тут возникло разногласие о том, что я всегда первым пишу, спрашиваю, звоню, выясняю, почему ты не звонишь, не пишешь, не интересуюсь, где я и что я, вроде же все нормально, а она молчит и особо нет объяснений. Здесь, в первую очередь, вы демонстрируете неуверенность в себе и невозможность на себя опереться. Вот. Дальше. Вы говорите, почему ты мне не звонишь и не пишешь, но что вы делаете для того, чтобы ей хотелось вам звонить и писать. Далее. Всегда ли ваша жена была такой или она изменилась? Если она изменилась, нужно смотреть, потому что изменилась она ведь с вами. Раньше такого не было, пишите вы, а сейчас это выглядит как издевательство, игнор манипуляций и т.д. Ну, это вы так видите и, соответственно, это ваше восприятие. Ваше восприятие может быть связано с обесцениванием себя. Но если вы говорите, что раньше такого не было, нужно выяснить, что изменилось. Наверное, жена решила меня проверить на прочность или отношения, что ли? Нет. Не думаю. Так. Я думаю, что это ваша предложенность дает о себе знать. Мне стыдно и неудобно, что я мужчина и жду постоянно с ее стороны внимания и первые шаги, а в итоге она может за целый день не позвонить и не написать. Смотрите. Вы говорите, что вам стыдно и неудобно, что вы мужчина и ждете с ее стороны внимания. Вообще-то это нормально и говорит о том, что у вас есть комплекс маскулинности, который нужно прорабатывать. Во-вторых, вы избегаете прямого выражения своих чувств, что мешает образованию контакта между вами и вашей женой. Да, то есть, вас противоречит с одной стороны. Вы чувствительный и вы как-то хотите какой-то организации контакта между вами и женой несколько более чувствительный. С другой стороны, вы говорите, что вы мужчина и вы как бы требуете определенного поведения. Простите, а если вы мужчина, то вы не должны хотеть внимания, например, своей жены. Ну, как бы тут, на мой взгляд, несколько странная логика. Дальше. Она может за целый день не звонить и не писать, а я начинаю нервничать и разбираться, что ей на меня плевать. А из-за чего, собственно говоря, вы нервничаете, как вас это задевает? То, что ей на вас плевать, я боюсь, что это ваша проекция, ну, которая, скорее всего, подтверждает то, что вы сами к себе не очень внимательны. И, если честно, ваш текст это подтверждает. Вы пишите, надоело ли пассивность, безразличие, молчание и пустота. Ну что ж, опять, если так было всегда, это одно, если это стало, это другое, но как это влияет на вас? Мы вроде вместе, но я одинок и постоянно сам, она вечно на работе за границах, еще и по своей натуре жуткий трудоголик. Ну, достаточно человек трудоголик, конечно, выдает определенную девиацию, потому что трудоголизм, как и любой голизм, является разновидностью зависимости. Ваша жена зависима. В зависимости человек может часто сбегать от чего-то, поэтому тут тоже такой момент. Но, когда вы говорите о том, что вы одиноки и постоянно сами, это вызывает вопросы относительно того, насколько интересна вам ваша жизнь, насколько она эмоционально наполнена именно у вас самого по себе. И это вопросы про ваши жизненные цели, ориентиры и так далее. Она лучше будет пахать возле дома, чем смотреть сериал в обнимку. Ну, опять же, это может быть только с вами. Вот и хочется все перечеркнуть, плюнуть, отпустить, бросить, бросить и ищить себе дальше. Не тратить на него свое здоровье, силы, энергию и нервы. Ну, на кого вам тратят свои силы, здоровье, энергию и нервы решать только вам. Вопрос в том, почему то, что вы можете подразить на вашу жену, не являются знаками внимания, не являются комплиментами и какими-то подарками, а как будто бы только претензиями. То есть такое ощущение, что вы постоянно от нее что-то требуете. Об этом вам сказал мой коллега, но я хочу еще раз на это обратить внимание. Ведь вы далее говорите, что любите ее. Но если вы ее любите, то, соответственно, ваша любовь нуждается в том, чтобы как-то выражаться. Если вы подразумеваете, что любовь выражается только в виде требований и претензий, то я боюсь, что это не любовь. Вижу, чувствую, что не любят. Вы не можете видеть и чувствовать, что она вас не любит. То, что вы говорите, что она вас не любит, это ваша проникация, связанная с тем, что вы не любите сами себя. Почему со мной жить, играть и издеваться с любовью или отношения безответные и нервы? Согласен, это действительно очень важный вопрос, но в первую очередь нужно убедиться в том, а так ли это. Для этого нужна история ваших отношений. В плане выгоды, что она со мной, я бы не сказал. Но здесь, опять же, вы не уверены в себе и демонстрируете неуверенность в себе. Если нашел любовника, так и скажи и говорю, я развернусь и уйду и не будем терзать друг друга. Если вы готовы уйти, то вы можете уйти прямо сейчас. Зачем ждать любовника? Выглядит, как манипуляция. Верить, конечно, ей, это, как говорят, самого себя обманывать. Но тут вы демонстрируете, опять же, то, что вы не верите сами себе. Вы говорите о том, что она все время занята, она продагоник, соответственно, где-то время на измену. Может быть, после скандала перегорела и охладела ко мне, или, может, то я ее хорошенько настраиваю против меня, и все такое в этом духе. Может быть, и то и другое, но, вне зависимости от этого, скандал, который у вас был, он, повторюсь, имеет причины. Вы о нем ничего не говорите. Знаешь, уже начало, каждый день общается по телефону со своей мамой, с моей тёщей, и она женщина одинокая, без мужа, и хочет, чтобы с ней кто-то был и жил, и помогал ей по хозяйству, так как она живет в частном доме. Это, к сожалению, абсолютно беспочвенное подозрение и объяснение. Это попытка рационализировать и объяснить, и переложить в себя ответственность за то, что происходит, на другого человека. Дело в том, что, какая бы ни была тёща, отношения вы встраиваете со своей женой вы, и именно от вас зависит, в том числе, какими они будут. Предполагаю, что ее мать настраивает и накручивает ее против меня и наших отношений, потому что она может в душе очень завидовать, что мы живем благополучно, а у нее такого нет. Это наши домыслы, которые, опять же, связаны с внутренними конфликтами, страхами, например. Мать ее, моя теща, хитрая, алчная и коварная, еще любит выпить. Но, опять же, повторюсь, да, то, что это ваши домыслы здесь. Ее мать часто расспрашивает мою, еще ее мать часто расспрашивает мою жену, что она делает по хозяйству и постоянно сует нос в наш бой. И то, что вы не смогли выстроить личные границы своей, условно говоря, семьи и мамой, да, то есть между вашей семьей и мамой, это то тоже, в той или иной степени, ваша ответственность. Вопрос здесь можно и нужно достаточно простой задать, да. Например, почему вашей жене, например, интереснее общаться с вами, то есть общаться интереснее с мамой своей, да, нежели чем с вами. Это, на мой взгляд, очень важный такой момент, на который, на мой взгляд, опять же, вам нужно обратить свое внимание, да, потому что, ну, как? То есть вы сейчас, вы сейчас, вы сейчас хотите объяснить то, что происходит, да, мам, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, эта позиция несколько деструктивна, вот. Потому что она не включает в себя, эта позиция, не включает в себя личную ответственность, вашу, за то, что, ну, условно говоря, происходит между вами, да, и, допустим, над вами, ну, вашей женой. Поэтому я думаю, что от такой, вашей, ну, поведенческой модели, да, вот, отношения вашей, вашей, женой, женой, к вам, на мой взгляд, никаким образом лучше не остановлюсь. Поэтому рекомендую вам все-таки немножечко переключить свое внимание с мамой и с кого бы то ни было еще на себя и на то, что конкретно делаете вы сами. Дальше, так, еще к жене есть недоверие, неоднократно попадалась во лжи, вот я постоянно ее подозреваю и проверяю, где она и т.д. Это ваша неуверенность в себе, если ваша жена в рот, это ее, что называется, проблемы, а вот то, что вы пытаетесь ее контролировать, это говорит о ваших страхах. И да, конечно, ну, вполне возможно, вполне возможно, вполне, что ваши страхи действительно имеют, ну, имеют, что называется, право на существование. Это правда, действительно, может быть, но тогда ведь вопрос заключается в том, в общем и целом, что вам с этим делать. То есть, ну, если ваша жена вас не устраивает, да, если ваша жена вас не удовлетворяет, так для чего? А зачем вы с ней? В таком случае, вот, вместо этого вы ждете от нее какой-то обратной связи, да? Ну, как бы, не желая, получается, опять же, брать ответственность на себя за то, что, например, хотите вы, ну, за свои желания. Например, да? Вот. То есть, ну, вам вот не хочется, не хочется, да, брать ответственность на себя за то, что происходит. Еще, как вариант, она меня вообще никогда не любила, это просто сказки вообще на уши. Не уверена в себе, но, короче, фиг его знаешь, что делать и как дальше быть. Чтобы что? Просто забить и бросить не могу, потому что я действительно люблю. Как ваша любовь проявляется? Как именно? Еще немаловажный момент, это одиночество, которое я очень не хочу, вы не принимаете себя, у вас идет внутреннее отторжение, в результате чего одиночество вас страшит. Это можно поправить. И по большому счету, если мы разойдемся, может быть, глубоко на приват. И что для вас это значит? Вот такая моя история, очень тяжело, когда нет любимого человека взаимности и обратной связи, потому что вы не самодостаточны. Вы не самодостаточны, вы не цельны, вы не полны. Вполне может быть, что ваша жена просто устала давать вам бесконечное количество того, что вы хотите, во все больших и больших объемах. Но может быть, ситуация и другая. В любом случае, мне нужно разбираться. Совершенно очевидно, я надеюсь, для вас, что здесь у вас есть свои собственные проблемы, которые мешают вам как-то выстраивать конструктивное отношение с вашей женой. Вот. И в любом случае, просто в любом случае, вне зависимости от того, как вообще будет дальше, как вообще будет дальше складываться ваши отношения, Вне зависимости от этого, вам нужно работать со своими психологическими проблемами, противоречиями, трудностями и так далее. Если вы хотите, просто сами, ну как-то вот хорошо жить, да, если вы хотите не страдать, вот, что называется и так далее. Но это, я вот хочу, чтобы вы постарались понять, да, что это ваша ответственность. Понимаете? Это ваша ответственность. Это не ответственность вашей жены. Понимаете? Понимаете? Это именно ваша ответственность. Только ваша. И больше ничего. Поэтому вот вам нужно над собой работать. И работать вам нужно над собой не для жены. Вот. То есть не для того, чтобы вот как-то, ну, как-то сблизиться, да, со своей женой. А вам нужно это делать именно для себя. Вам нужно делать это из заботы о себе. И только если вы будете о себе заботиться, да, только если вы вот, ну, научитесь, научитесь заботиться о себе, то, на мой взгляд, вот тогда вы сможете устраивать качественные и здоровые отношения с, ну, если не со своей женой, да, вообще, вот, то с какой другой девочкой, например, которая будет, ну, которая станет вашей женой, ну, в будущем, да, например, вот. Просто сейчас вот проблема такая, что, как мне кажется, вы с любой, вы с любой женщиной сейчас будете иметь, будете иметь, то есть конфликт с такого плана, потому что у вас есть вот ваши собственные, ну, переживания, конфликты, проблемы, вот. Которые ни в коем случае никто не обесценивает, но с которыми нужно работать, понимаете. А не зваливать, не перекладывать ответственность за это на маму, на трудоголизм вашей жены и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, вот. Постарайтесь, пожалуйста, этот момент услышать, как бы вам тяжело не было, вот. На мой взгляд, на мой взгляд, самое лучшее, что вы можете для себя сделать, это пойти на психотерапию и начать планомерную работу над собой. Я думаю, что результаты не заставят себя долго ждать, вот. Хотя и, хотя, конечно, какие-то усилия, да, для того, чтобы начать меняться вам приложить все же придется. Всего самого доброго, удачи, обращайтесь.